Приветствую всех, с вами Олег Саламаха, и сегодня мы с вами посмотрим еще один очень красивый поединок из супер-турнира Магнуса Карлсона. Грандиозного финала четырех супер-шахматистов, который сейчас проходит в сети интернет. Итак, друзья, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, это позволяет видео продвигаться в рекомендации. Ну а мы с вами посмотрим сегодня очень красивую, интересную партию между китайским супер-гроссмейстером Дин Леженем, который играл белыми, и чемпионом мира Магнусом Карлсоном, которому принадлежали черные фигуры. Конь f3 играет китайский шахматист, и Магнус отвечает c5. После e4 d6, d4 cd, комбьет d4 конь f6, с небольшими хитростями партия превратилась в сицилианскую защиту, швенингенская система. Конь c3, a6, слон e3, e6, f3, b5, черные накатывают пешки заранее на ферзьевом фланге, готовясь к тому, что белые будут рокировать в длинную сторону. a3, пока не позволяя прогнать коня с поля c3 ходом b4, слон b7, g4, белые занимаются аналогичным пешечным штурмом, готовясь к тому, что черные будут уходить королем в короткую рокировку. h6, и таким же образом и играет Магнус с Карлсом. Посмотрите, друзья, как совпадают мысли гроссмейстеров на разных флангах. Ходом a3 Динлижень не допустил тычка b4, ходом h6 Магнус не допускает тычка g5. Ферзь d2, конь d7 и 3 ноля. Итак, вызов брошен, Динлижень смело идет королем под атаку, поскольку мы видим, что сейчас черные уже накатили пешки на ферзьевом фланге. Ладья c8, король b1 и d5 прорывается чемпион мира по центру. Ед, конь бьет d5, конь бьет d5, слон бьет d5. И после ладья g1 позиция белых все равно очень хорошая. Черные пока еще не успели закончить развитие, и здесь Магнус применяет новинку, играя слон c5. Ранее так никто не играл. В партии между Новаком и Евтушенко, игранной по переписке в 2014 году, играли черные конь e5 с идеей сыграть конь c4. После f4 приглашают, собственно, белые поставить коня на поле c4, но играют черные здесь конь f3. И после конь бьет f3, слон бьет f3, висит ладья под ударом ферзя. Поэтому пришлось играть слон e2, ну и здесь последовали массовые размены, что, конечно же, быстро привело к ничейному результату. Итак, Магнус пока пытается запутать соперника, играет слон c5. f4, тень лежень пытается использовать то обстоятельство, что король черных пока не рокирован. Теперь в случае рокировки последует g5, и, конечно же, белые первыми разовьют решающую атаку. Конь f6, слон d3 и ферзь c7. После ферзь e1, конь e4. Здесь позволяет Магнус Карлсон нанести белым очень симпатичный удар, который наверняка видели оба соперника. И ход h4, которому способствовали предварительные 5 с лишним минут, то есть 5 с половиной минут затратил денежение на этот ход. Понятное дело, что он видел удар конь бьет e6, но не смог оценить его последствия. Давайте же тогда мы с вами неторопливо посмотрим его, что называется, в анализе. Итак, ходом конь бьет e6, белые могли получить небольшой перевес. Правда, в анализе выясняется, что перевес этот надо мерить действительно на каких-то аптекарских весах. Понятно, что не слон бьет e6, ввиду слон бьет e4 и у белых большой перевес, надо забирать пешкой. Теперь слон бьет e4. Идея состоит в том, что после слона бьет e4 и слона бьет c5, белые хотят забрать слона на поле e4, но ведь черные могут в промежутке забрать пешку на поле c2. После король бьет c2, ферзь бьет c5, король b1, материальное равновесие, как мы видим, восстановлено, и у черных слабая пешка на поле e6. Ладья c6, ферзь e4 угрожает дать очень неприятный шаг с поля g6, поэтому рокировка за черных вынуждена, ну и вот здесь, скорее всего, день лежения не смог оценить последствия эншпиля. Кажется, что у белых перевес на самом деле это иллюзия. После ладья e1 находится очень сильный ответ ладья d6 у черных. Черные хотят упростить позицию, и теперь в случае взятия на поле d6, ферзь бьет d6, они атакуют пешку на поле f4, отдают пешку на поле e6, ну и получаются массовые размены, которые приводят к ничейному ладейному окончанию. Поэтому после конь e4 продумал достаточно много времени, значит, день лежения и играет h4, пытаясь действительно осуществить пешечный штурм, правда, пока король у черных не уходит, зараза такая, в короткую рокировку, то есть белый пока атакует воздух. Ферзь b7. Здесь все-таки Магнус Карлсон ошибается и позволяет день лежению получить достаточно серьезный перевес. Ферзь b6 надо было сыграть, но здесь, мне кажется, чемпион мира не оценил последствия хода b4. Теперь что делать? Если взять на поле d4, то слон бьет d4, и проблема в том, что перегрузки начинаются страшные, ничего не получается здесь у черных, то есть слон бьет d4, тогда слон бьет d4, ферзь бьет d4, и здесь белый выигрывает ферзя ударом слон бьет b5, скрывая ладью, ну и понятно, что здесь, конечно же, белый легко побеждают. После ферзь b6, b4, точный ответ слон e7, и вот здесь, скорее всего, чемпион мира не оценил последствия хода конь f5. Действительно, разобраться за доской чрезвычайно тяжело, тем более, что висит пешка на поле g7 с шахом, она теряется, потому что висит еще и ферзь, но оказывается, что после ферзь c7, конь бьет g7, шах, король f8, возникают новые проблемы у белых. Угрожает конь c3, вилка пренеприятнейшая, если взять на поле e4, то тогда слон бьет e4 и будет висеть пункт c2, с другой стороны висит конь, поэтому слон d4 пока ход вынужденный, мы и защищаемся от хода конь c3, и защищаем коня, но конь c3, шах. Теперь выясняется, что если забрать на поле c3, это ошибка, после ферзь бьет c3, ферзь бьет c3, владя бьет c3, проблема в том, что зависает конь на поле g7, конь h5, владя бьет a3, и у черных явный перевес. Поэтому после конь c3 надо играть король b2, тогда конь бьет d1, ферзь бьет d1, и угрожает конь бьет e6. Такая вот неприятная вилочка с уничтожением ладьи. Ферзь бьет f4, тем не менее, ну и вот в этих осложнениях, скорее всего, просто не разобрался чемпион мира. Висит слон на поле d4 с шахом, конь бьет e6, слон бьет e6, слон бьет h8, слон бьет h4, и если мы с вами приглядимся к позиции, то сейчас увидим, что на доске материальное равновесие, находится точный ход ферзь e2, с угрозой владя f1 выиграть фигуру, слон f6, шах, слон бьет f6, ферзь бьет f6, ну и после король b1, ферзь g5, если мы сейчас с вами приглядимся, то на доске полное материальное равенство. Да, у черных король на поле f8 чувствует себя не особо безопасно, но с другой стороны, пока ничего страшного не происходит, черные должны решить все свои проблемы. Итак, констатируем факт, что, давайте вернемся, вот на этот критический момент, что после h4, ферзь b6 должен был играть чемпион мира, но он не разобрался в осложнениях, возникающих после хода b4. Поэтому играет ферзь b7. А этот ход ошибка. Правда, день лежень также ошибается, играет c3, и просто допускает, на самом деле, очень грубый зевок. Ход c3 кажется логичным, вроде бы подкрепляем коня, но при этом, день лежень допускает удар, слон бьет a3, значит, из-за которого черные развивают страшнейшую, смертельную, можно сказать, матовую атаку на белого монарха. Здесь конь b3 было очень сильно со стороны день лежения, дело в том, что этот ход препятствует жертве на поле a3. Теперь приходится бить на поле e3, и после ферзь бьет e3, уже черные приходится не совуно хребавши играть в рокировку, тогда f5, ef, gf, угрожая ходом, ферзь бьет h6. Ну и вот здесь за черных находится в анализе очень красивый ресурс f6. Теперь правильно здесь играть король 1 за белых, просто делать такой вот профилактический ход, и у белых во всех вариантах позиция поприятнее, но черные могут еще долго, что называется, обороняться. Если же белые сыграют ферзь бьет h6, то тогда они попадают в очень красивый капкан. Черные играют конь g5, перекрываясь, как мы видим, теперь в случае взятия пешкой мы забираем ферзя. Что делать? Ферзь висит. Если, например, сыграть ферзь g6, то ловим ферзя очень красиво слон f7. Ферзь попался, действительно красивейшая. Поэтому ферзь h5 надо играть. Тогда слон f3. Атакован ферзь, атакована ладья, но ферзь g6. Теперь в случае взятия ладьи белые начинают страшную атаку взятием коня. Поэтому конь h3. Вот такой вот изящный ресурс находят черные. Ну и в любом случае они, как мы видим, сейчас съедают качество, и получается позиция очень сложная для оценки. У белых есть какая-то инициатива, с другой стороны черные могут съесть качество. В общем, оценка этой позиции неясная, даже с точки зрения компьютера. Итак, после конь b3, почему нужно было найти этот ход китайскому суперрасмейсту? Дело в том, что он препятствует ходу слон бета3, плановому ходу, который задумал чемпион мира. Теперь после b, конь c3 шах, король b2, не работает ход b4. В этом случае белые играют просто слон d4, консолидируются, ну и после b, а отходит король 1. Конь бьет d1, ферзь бьет d1, и атака черных заходит в тупик. Ничего не получается, белые здесь получают лишнюю фигуру, и должны постепенно ее реализовать. Ну то есть, не лишнюю фигуру, а здесь мы видим, что у черных есть ладья, а у белых две фигуры за эту самую ладью. Но с другой стороны, их король в безопасности, чего не скажешь пока о короле черном, поскольку все фигуры белых направлены на черного короля. Поэтому после конь b3 слон бьет a3 не работает, и приходится играть слон бьет e3, ну и мы с вами уже все эти варианты видели. Ход же c3, чудовищная ошибка, которую допускает Динли Жень, допускает жертву слон бьет a3, к которой и стремился чемпион мира. На доске разгорается ураган, и Динли Жень подливает масло в огонь, еще играя f5. То есть не забирает слона, в случае взятия следует конь бьет c3, хотя так и нужно было играть. Король a1 конь бьет d1, ферзь бьет d1, ладья c3, атакуя пешку на поле a3. Слон c1, ферзь e7, возобновляя угрозу взятия на поле a3. Ну и здесь ферзь d2 находится точный ответ за белых, и опять же, черным лучше всего забрать пешку, и получается позиция после рокировка ладья g3 угрожает слон h7 с выигрышем ферзя, поэтому черные не успевают пока развить решающую атаку, они отступают ферзь d6, ну и после g5 позиция абсолютно неясная, если мы сейчас с вами приглядимся, то у черных три пешки за фигуру, то есть полный материальный эквивалент, с другой стороны король белых хоть и раскрыт, но сейчас пока худо-бедно белые все защитили, и начинают сами атаковать черного короля. Вновь оценка позиции неясная. Но после слон бьет а3 было сыграно f5, начинается сумасшедший дом на доске, b4, Магнус оставляет слона под боем и пытается вскрыть позицию белого короля как консервную банку. c4, длинный жень пока не допускает скрытия линий, но конь c3 шах, очень красиво ведет атаку Магнус Карлсон, выясняется, что делать нечего, надо отступать король a1, теперь что делать? Если, например, забирать коня, то тогда шах от ферзя и приходится играть конь b5, вставать конем под бой, ну и здесь просто слон бьет c4, играют черные и позиция белых просто рассыпается в труху. Итак, конь c3 шах, король a1, слон бьет c4, fe и рокировка. Только сейчас на 24 ходу чемпион мира заканчивает развитие и позиция его абсолютно выигранная. Слон бьет c4, играет длинный жень, здесь уже не помогает g5, казалось бы, со вскрытием всего и вся, но слон бьет b2, шах, продолжают свою смертельную атаку черные, король бьет b2, слон бьет d3, ладья бьет d3 и ферзь d5. С кучей угроз и конь a4, шах, и ферзь вторгается на поле a2, от всего защищает ход ферзь a1, но тогда ферзь c4 с нападением на ладью и все, позиция белых безнадежная, слишком опасное давление развили черные, как мы видим король белых здесь очень слабый, поэтому черные развивают решающую атаку, здесь не помогает gh, жертва такая вот ладьи, после ферзь бьет d3, hg, ладья e8, ef, король бьет f7, вроде бы белые развивают какую-то активность, но посмотрите, друзья, ни одного шаха теперь черному королю нет, поскольку на ладья f1 просто заберем пешку на поле и все, черные просто побеждают, потому что остаются с огромным материальным перевесом, итак, после рокировка слон бьет c4, играют белые, ладья бьет c4, ладья d2, слон бьет b2, шах, продолжая раскрывать короля, король бьет b2, если ладья бьет b2, то тогда ферзь d5 с угрозой ферзь a5 мат, конь b3, ферзь c6 с угрозой ферзь a4, конь c1, ну и после ферзь a4, шах, конь a2, b3, опять же, все заканчивается, черные побеждают, итак, слон бьет b2, король бьет b2, b3, играет чемпион мира Магнус Карлсон, и этим ходом практически выпускает весь перевес, все, что называется, все, что нажито непосильным трудом, да, говоря языком известного персонажа из фильма Иван Васильевич меняет профессию, товарища Шпака, да, все же погибло, то есть ходом b3, черные, к сожалению, делают такой вот, можно сказать, грубый мазок на своей картине, которую они рисовали своими предыдущими точными ходами, и впечатление, к сожалению, от партии смазывается. Ходом конь a4 черные все-таки должны были добиваться победы. Теперь, если король a1, то b3, и пешка решает исход поединка. Если король b3, то тогда ладья c3 шах, и после король бьет a4, ладья a3, белый король получает мат. После коня a4 надо играть король b1, тогда ферзь e4 шах, король a1, и fe, просто забирая пешку, и теперь выясняется, что угрожает конь c5, позиция белого короля очень открытая, угрожает конь c5, ладья бьет d4, конь b3 шах, и так далее. Ну, вот здесь не смог оценить последствия всего этого чемпиона мира Магнус Карлсон. Мы видим, что у черных мало того, что три пешки за фигуру, так еще и решающая атака. Здесь черные просто выигрывали. Но ходом b3 Магнус Карлсон, скорее всего, уже находился в цитноте, поскольку этот ход он сделал за 5 секунд. И следующим же ходом после e, ферзь бьет f7, грубейшим образом ошибается день лежень, играя конь бьет b3, забирая эту самую пешку, и этот ход сразу же проигрывает партию, просто моментально. Здесь, если бы у день лежения было время, то он бы нашел точный ответ, который позволял еще очень долго бороться, а именно ход ладья f2 с нападением на ферзя. Теперь конь a4 шах, король b1, ферзь g6 шах, конь f5, и выясняется, что атака черных пока зашла в тупик. То есть, можно, конечно, отойти король h7, поскольку угрожало где-то в вариантах нарваться на вилочку конь e7, правда, пока конь связан. Но король h7, самый точный профилактический ход, тогда ферзь f1 с нападением на ладью, конь c3 шах, король b2, ладья a4, еще один очень точный ответ, жертвуя коня, но при этом ферзь врывается в игру, угрожает ладья a2, ладья f4, точный ответ, теперь не помогает ладья a2, мы заберем коня, и на шах закроемся ладьей с поля c4. Поэтому ферзь c6, тогда ладья бьет a4, конь бьет a4 шах, король a3, конь b6, с угрозой конь c4, ну и после слон бьет b6, ферзь бьет b6, вся борьба еще была бы впереди. Мы видим, что у черных здесь всего лишь две пешки за фигуру, но при этом позиция белого короля очень сильно раскрыта. То есть, в любом случае, с точки зрения компьютера, у черных здесь большой перевес, связанный с тем, что позиция белого короля очень ненадежна, угрожает смертельный шах, ферзь c5, защититься от которого крайне белым непросто. Но это позволяло еще, что называется, продолжать бороться. А после ферзь бьет f7, конь бьет b3, играя один лежень, и после ладья b4 сдается, потому что выясняется, что конь попадает под связку, делать нечего. В случае король бьет c3, объявляют черный вот такой вот симпатичный мат, ну а с другой стороны, защитить коня невозможно. Поле d1 обстреливается черным конем, и ничего не помогает. Здесь китайский суперграссмейстер капитулировал. Очень красивая, интересная партия. Такие вот настоящие были качели. В начале Дин Лежень мог захватить инициативу, и тогда пришлось бы защищаться чемпиону мира. Но все-таки Магнус Карлсон все равно красиво провел этот поединок, несмотря на вот этот вот, можно сказать, мазок, да, такой вот грубый ляп ходом b3. Все равно эстетическое впечатление от партии очень красивое. Теперь, друзья, для тех людей, которые досмотрели до этого момента, давайте теперь посмотрим партию просто без комментариев. Многие мне предлагали сначала показывать партию без комментариев, а потом показывать все компьютерные варианты, но я считаю это в корне неверно. Дело в том, что в этом случае вы просто посмотрите партию и закроете ролик, тем самым удержание аудитории здорово упадет, YouTube поймет, что мой ролик полная шляпа, неинтересный, и не будет его рекомендовать. Поэтому вот сейчас для всех тех, можно сказать, эстетов, которые любят посмотреть просто партию без вариантов, я включаю вам красивую расслабляющую музыку и смотрим. Музыка Музыка Друзья, Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. На сегодня же у меня все. Играйте в шахматы, любите шахматы, играйте красиво. Всем счастливо!